Добро пожаловать обратно на дебат Ангела и Дьявола. Мы должны говорить вообще-то о перерождении, но нас тут заставляют говорить о зависти. И попробуйте эту картинку вообразить. Вы полное существо удовольствия. Вы как бы очень богатый человек в своей стране, например. У вас очень много хороших вещей, и есть люди, которые немножко меньше у них денег, чем у вас. И по своей природе... Я имею в виду, что бедные люди не так завидуют Ворону Баффу и Баффу, и его миллионов долларов, потому что им все равно никогда не получить этого. Но те, у кого чуть меньше миллионов долларов, они завидуют ему. То есть он здесь дает пример. Вы полное существо удовольствия, как Уоррен Баффетт с огромным количеством миллионов долларов. То есть есть какое-то полусущество удовольствия, у которого чуть-чуть меньше миллионов долларов, чем у Уоррена Баффетт. Понимаете? И он здесь говорит, это меньшее существо удовольствия, у которого 50 миллионов долларов. Он смотрит на это полное существо удовольствия, у которого 90-80 миллионов долларов, Уоррен Баффетт. И он не любит его. И теперь оно перерождается. Например, он становится меньшим существом удовольствия. То есть умирает тот, у кого 50 миллионов долларов, и он перерождается в высшей реальности. И у него 80 миллионов долларов. Будет ли он все еще ненавидеть тех, у кого вы 91 миллиона? 81. Кто-то говорит, да. То есть вы завидуете кому-то, того, у кого Бентли, а у вас БМВ. Стэнли говорил мне на китайском это Паума. Драгоценная лошадь. БМВ. У вас есть... Вы умираете. Вы владелец БМВ. Вы умираете. И вы становитесь владельцем Бентли. И будете ли вы завидовать владельцам Бентли? Теперь... Но теперь у вас уже есть Бентли. Если умирает тот, у кого меньшее состояние, и он становится богаче, и тогда полная Дева не может измениться. Почему? Бентли не может измениться. Меньшее существо удовольствия, БМВ, владелец умер. Перед смертью он завидовал тому, у кого был Бентли. И он умер. И он рождается в высшем мире. И теперь у него то Бентли есть, которому он завидовал. И теперь существо, у которого БМВ чуть-чуть меньше, чем Бентли. А у него теперь есть Бентли. Было у него БМВ. И ангел говорит дьяволу, что Бентли не изменилась. Бентли не изменилась. Почему? Бентли – это Бентли, тот человек, который завидовал. И теперь он владеет этим Бентли. Человек умер и переместился в высший мир. Но Бентли, оно не изменилось. Скажите мне, почему? Потому что дьявол прав. Бентли, которому завидовал этот парень, и теперь он умер. Бентли, сама машина, лучшая машина, она не изменилась. Согласно кому? Дьяволу. Почему? Потому что оно не происходит из семян. Дерево становится старше, и дерево падает от старости, потому что оно происходит из семян. Что умирает? Что убивает дерево? Это насекомые? Или это создание дорог? Семя? Семя убивает дерево. Что убивает человека? Семя, которое создало человека. Убивает человека. Теперь, если вы не верите в семена, если вы тот другой парень, который говорит, «А, это все ерунда». Ваша жизнь происходит от того, как вы относитесь к другим? Да, нет, это глупости. Вы говорите, что моя жена, мой дом, мои дети, моя работа, это все происходит от того, как я относился к другим? Да? Вы говорите, да. Да, нет, это глупости. Мы говорим, если бы это не происходило из семян, тогда оно не могло бы закончиться. Если оно происходит из семян, если оно не происходит из семян, оно не может закончиться. Причина, по которой дерево падает, в том, что сила семени изнашивается. Если что-то происходит из семян, оно должно умереть. Если что-то происходит из семян, оно обязано умереть. И это Бентли. Если оно происходит откуда, какая классическая причина новой машины? Делиться, да, делиться с другими людьми, подвозить других людей на машине. И это странная штука. И хочу новую машину. Что я должен делать? Должен ли я копить деньги? Нет. Ты должен подвозить других людей. Я знаю, что Али, Гелси, у них есть пожилые люди, у них контракт есть. Они раз в неделю возят за продуктами пожилых бабушек. Да, они делают это. И тогда люди продолжают им давать новые машины. Поэтому... Да! Теперь послушайте. Ангел говорит дьяволу. Хорошо. Давай возьмем эту 50-миллионного долларового парня, который завидовал тому, у кого 80 миллионов. и у него был BMW, а у... у того парня Бентли, и первый парень умер, и он переродился в том месте, где раньше жил второй парень. И мы можем согласиться, что Бентли будет там, и Бентли будет точно таким же, как оно было до того, как он умер. Да? Вы соглашаетесь? Почему оно точно такое же, как было до того, как он умер? После того, как он умер и переродился, Бентли точно такое же. Потому что оно не происходит из семян. Если бы оно происходило из семян, то оно должно состариться и постепенно развалиться. Если оно не происходит из семян, то оно будет там вечно. Оно не изменится. Если оно происходит из своих семян, из себя самого, оно ничего не меняется. Нет перемен. Оно продолжает исправиться. Нет причины для машины стареть, если она не происходит из вас. То есть машина все еще там. Я говорю с невежеством. Я говорю с дьяволом. И он говорит, да, да, точно, конечно. Итак, ответьте мне, что тогда нужно делать, если машина Бентли не меняется, не изменились. Потому что она не происходит от того, как вы делились раньше машиной с другими людьми. Машина происходит со своей собственной стороной. Тогда этот парень, у него появился Бентли. И теперь вы мне скажите, ребята, о чем следующая строка? Какое должно быть отношение к Бентли? Парень умер из мира Тойоты или БМВ. И он родился в мире Бентли. Как он должен чувствовать себя по отношению к своей новой Бентли? Он должен завидовать. Почему? Потому что эмоции тоже не происходят из семян. И она тоже не меняется. accord? Поэтому ангел говорит дьяволу, «Я полагаю, этот парень ненавидит свою новую Бентли». Почему? Потому что это тоже не меняется. Его чувства и чувства ненавидят. Конечно, это меняется. Он умер. Нет! Они не меняются. Потому что они не происходят из семян. Почему это надо менять? Он должен попасть в этот мир Бентли и сказать, «Ой, я ненавижу этих Бентли!» Давайте посмотрим, здесь то, что он говорит. Должен ли он завидовать сам себе? Должен ли он соревноваться сам с собой? Я ненавижу владельцев Бентли, но я уже владелец Бентли. Тогда ты должен ненавидеть себя. Почему? Потому что твоя ненависть не меняется. Почему? Потому что она не происходит из себя. Потому что Бентли не происходит из себя. Я ненавижу свою Бентли, и Бентли точно такая же, как она была раньше, потому что она не происходит из себя. Но это то, что говорит дьявол. Итак, дьявол, если у вас есть Бентли, дайте его мне. Почему? Потому что вы ненавидели его раньше. И ничего не изменилось. Ничего не изменилось по отношению к Бентли. Хорошо. Согласно тому, что ты говоришь, когда парень переродился в мире Бентли, стал владельцем Бентли, он не изменился. И она не изменилась машина. Бентли не изменилась. Его чувства по отношению к машине, и он сам не изменился к этому. Парень до Бентли и после Бентли один и тот же. Он не изменился. Почему? Потому что он не происходит из себя. По отношению к тому, как относился раньше к другим людьми. Парень, который владел Бентли сначала, у него была эта идея, что Бентли не изменится. И потом парень, у которого не было Бентли, и теперь есть Бентли, он должен зарегивать себе. Не забудьте. Согласно тому, что ты говоришь, это другая невозможность. Если ты спросишь этого парня, правда ли, что человек умер и родился в мире Бентли? Правда ли, что он родился тем же самым человеком? И он как бы должен сказать «нет». Он должен сказать «нет». Он был человеком без Бентли, и теперь он человек с Бентли. То есть он как бы не тот человек, ну, не точно такой же человек. До того у него не было Бентли, а теперь у него есть Бентли. То есть тот же парень, у него раньше не было Бентли, а теперь есть. Правда? Или нет? Что вы скажете, мистер дьявол? Теперь он новый испеченный владелец Бентли. Да? Да, он родился в мире Бентли. Значит, он должен измениться. Измениться. Да. Но как он может измениться, если он не происходит из семян? И дьявол такой... Понятно? Другая невозможность. Полностью. О чем вы говорите? Вы не можете сказать, «У него не было Бентли, а теперь есть Бентли». Вы не можете сказать, что он не происходит из семян, потому что тогда бы он не изменился. Понимаете? И он ловит вас. Первый Панчен лама, он ловит вас. Он должен говорить о карме и пустоте. А он говорит о жадности. Я думаю, что здесь есть две темы. Он говорит, что я буду учить вас о пустоте. И Геши Майкл говорит, «Эй, я буду говорить о пустоте». И все такие, «Да, да, да». 800 человек придут на занятия о пустоте. Я думаю, 12 придут на учение по нравственности. Вы обещаете этим людям пустоту, а даете им зависть. Если вы скажете, что я буду обучать зависти, никто не придет. «Я буду обучать вас пустоте». Все такие, «Окей, давай творите о пустоте». Зависти. Здесь он ловит вас. Другой парень говорит, «Смотрите». Дьявол расстроился. Есть части, где дьявол говорит час целый, «А ангел вообще ничего не говорит». Здесь дьявол говорит, «Смотрите, смотрите». «Это не то, что…» «Ты неправильно говоришь мою позицию». И ангел говорит, «Ну, а какая твоя позиция?» «Поскольку парень, пока парень, владелец BMW, он настоящий владелец BMW со своей собственной стороны. Пока у него есть BMW, он настоящий владелец BMW со своей собственной стороны. И потом он умер. И тогда теперь больше нет владельца BMW. И потом рождается другой человек, владелец Bentley. И он со своей собственной стороны рождается, пока он не умрет. Он говорит, «Смотрите». «Парень все равно происходит со своей собственной стороны. Когда он владелец BMW, он происходит со своей стороны как владелец BMW. Потом он умирает. И потом со своей собственной стороны он становится владельцем Bentley. Тот, у кого не было Bentley, со своей собственной стороны не было Bentley. А теперь он становится владельцем Bentley со своей собственной стороны. Он превращается в парня, у которого есть Bentley. А, изменился? Изменяется? Он превращается? Дьявол говорит, «Ну, он был владелец BMW, владельцем BMW какое-то время». Потом он умер. И потом он стал владельцем Bentley со своей стороны. То есть, здесь нет никаких проблем. То есть, никаких проблем. То есть, он изменился и превратился из самосуществующего владельца BMW в самосуществующего владельца Bentley. Да. Тогда он не самосуществующий. Понимаете? Потому что он изменился. Понимаете? Владелец BMW, который происходит со своей стороны, становится владельцем Bentley, который происходит со своей стороны. И здесь нет проблем. Да. Но, угадайте, если он превращается из владельца BMW в владельца Bentley, то это перемена, это изменение. Здесь он говорит, он не меняется всю свою жизнь. А он не меняется как владелец BMW и как владелец Bentley. То есть, он превратился из владельца BMW в владельца Bentley? То есть, он изменился? О, и дьявол такой. О, ну да. Понимаете? Это перемена. И теперь мы идем к хитрой штуке. Перестал ли он быть владельцем BMW? Перестанет ли он быть владельцем Bentley? Начал ли он быть владельцем Bentley? Дьявол говорит, он был владельцем BMW со своей собственной стороны. Потом, позже, он стал владельцем Bentley со своей собственной стороны. И мы так, ну да. То есть, этот парень, он прекратил сил сил владельцем BMW? И появился ли он снова владелец или целец Bentley? То есть, хотите сказать, что он прекратился? И вы хотите сказать, что начался парень, у которого Bentley? Тогда ты противоречишься с собой. Если вещи не происходят из семян, то они не могут начаться. Если вещи не происходят из семян, они не могут закончиться. Нет причины. Слушайте внимательно. Если вещь на самом деле существует независимо от себя, независимо от ваших семян, то нет причины, почему она должна прекратиться. И нет причины, почему что-то новое должно начаться. Прекращение и начало принадлежат школе, которая называется изменение. Перемены. И эти перемены происходят из семян, и тогда объект меняется. У объекта нет причины меняться со своей стороны. Почему он вдруг... Если он происходит из себя, то почему он не менялся, а потом вдруг поменялся? Он ничего не меняется. Он всегда одинаковый. Что-то другое происходит здесь. И он говорит о существе удовольствия и полуудовольствия существ... Он говорит о нас. Почему мы стареем? Почему мы слабее в этом году, чем в прошлом? Почему это происходит? Он старается нас заставить думать об этом. Он говорит, «Вы обязательно противоречите себе». Это значит, «вы ты сделал хорошую работу. Я не должен противоречить тебе». Ты сам себе противоречишь. Спасибо большое. Я не должен даже с тобой спорить, потому что ты сам свои аргументы развалил. Спасибо тебе большое. Ты сам себе противоречишь. Почему? Он сказал, что что-то не меняется, и потом оно восстанавливается, и потом другая вещь, которая не изменяется, она начинается. Это же перемены. Ты что, не понимаешь? Спасибо. Нам не нужно уже спорить. Ты уже сам себя развенчал. Ты сам пришел к тому, что все происходит из семян. Спасибо. Но на самом деле ангел, она строгая. Она суровая. Она очень суровая. Она не ангел. Мы должны теперь отправиться к голодным духам. Я раньше думал, как переводить «претта». Это значит в западных странах. Мы не верим в «претт». У нас нет такой штуки, мы не говорим об этом. Но у нас есть истории о людях, которые очень цепляются за свой дом, и потом они умирают. И потом призраки остаются в доме. Об этом у нас есть истории на Западе. Некоторые люди верят в них, некоторые нет. Как привидение остается. Но если что-то из этого правда, то некоторые западные люди, они говорят, что какие-то странные звуки происходят в их новом доме. Я купил новый дом, и какие-то странные вещи происходят. Я вижу какие-то привидения. Люди машут, и звуки какие-то издают. И соседи говорят, да, а ты сумасшедший. Если это с вами происходит, то вы верите в это. В Азии говорят о духах. И голодные, значит, они цепляются за свой дом, они умирают в своем доме, и они становятся духом, и это существо, дух, оно остается в доме, и остается там надолго. И обычно эти духи, они очень голодные и очень хотят пить, потому что у них есть вот это цепляние за свои деньги, и еду, и свои хорошие вещи, которые у них были во время жизни. Если у них есть два пончика, они точно съедят оба, они не поделятся. И когда они умирают, у них есть семена видеть себя духами. И мы сейчас передвигаемся к разговору об этом. Тим, хочешь прочитать? Готов? Испеши. Делай это медленно. Хаса будет тебя проверять. Гешла будет отдыхать. Это как я веду уроки перевода. Я могу отдохнуть, а они там борются друг с другом. Далее, мы должны принять сердце. Рая за это толькоção. Треть. Да, тыou. 생рыг на норвенце Треть. Да, экWhite. Вячеслав. Была бы разнотанно, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему для вас легко изучать английский? Я не знаю. И если вещи существуют на самом деле способом, которым ты думаешь, кто ты, дьявол, тогда невозможно, чтобы кто-то умер и родился заново. Такое слово на тибетском для переехать в Хова. Переместиться в Хова. И здесь такая церемония, когда вы помогаете людям, которые умерли, переместиться в хорошее место. Называется Хова. Если вещи не происходят из моих семян, то они не могут измениться, и тогда невозможно для человека умереть и переместиться в Бардо и родиться снова. Это невозможно. Что здесь делает первый Панчхен лама? Он кормит двух лошадей одним яблоком. Или, как говорят еще, убийцы двух птиц с одним выстрелом. Двух зайцев одним выстрелом. Он учит нас по статье, но он также говорит о Бардо. И я думаю, нам всем интересно, где Джефф Фредди сейчас? Он был очень-очень-очень хорошим парнем. И где он сейчас? И все интересуются. Вы как бы просыпаетесь утром и думаете, а где он? Он может нас слышать? О чем он думает сейчас? Но, между прочим, это возможно, что он рядом со своей женой и своим ребенком и может видеть их. И это как бы он за стеклом. И он пытается к ним прикоснуться, но там стекло, они плачут, они расстраиваются. А он как будто за стеклом, и он как будто рядом, полметра от них. И он пытается как будто через стекло и привлечь их внимание. И большинство людей, которые умирают, они забыли, что они умерли. Они не знают, что они умерли. И они очень злятся и расстраиваются. Потому что люди вообще даже не смотрят на них, они не слышат их. И он пытается стучать по стеклу, чтобы привлечь их внимание. И это требует какого-то времени, чтобы понять, что ты умер. И ты забываешь, что ты умер, когда ты умер, потому что ты умер. И на какое-то время это довольно тяжело, сложно. Если люди не происходят из семян, то как они могут измениться? Как они могут стареть? Как они могут умирать? Как они могут переместиться в мир духов? И как они могут переродиться? Кто говорит? Ангел говорит дьяволу. Как это может произойти, если это происходит со своей собственной стороны? И опять же, не забудьте, Кэр Канчен Лама, он хитрый. Он мог говорить о чашках, но он заставляет вас думать о Джефе. Он не хочет, чтобы вы думали о ручке. Он хочет, чтобы вы думали о том, куда вы попадете. И если кто-то умер в мире голодных духов, то по определению этого духа... Это не дух Бардо. Это дух после перерождения. То есть он умер как человек. Он пошел до 49 дней в Бардо, и потом он должен родиться где-то. И мы говорим о том, кто родился как вот этот призрак, дух, который цепляется за свой дом или за еду. Если он перерождается голодным духом, то тот, кто переродился как голодный дух, значит, что он хочет есть все время. И ангел говорит, «Ладно, я полагаю, что все эти голодные духи, которые хотят есть, они...» Я еще раз скажу. Ангел говорит, «Я полагаю, что все эти люди, которые в этой жизни не делились своими ресурсами с украинскими беженцами... Вы даже не думали, что это важно. Они думают, что это важно. Они не могут есть. Вы должны думать об этих людях. Почему? Потому что если вы не будете, то когда вы умрете... Если вы игнорируете голод в мире, то когда вы умрете, вы будете голодным духом». И ангел говорит, «Хорошо, я полагаю, что все эти голодные духи там...» Они едят в Макдональдс. Большую картошку жареную. Идеяло такое... «Откуда ты вообще взял эту ерунду? О чем ты вообще говоришь? Голодные духи, а не голодные». Ангел говорит, «Нет». Почему? Мы здесь говорим о деми-годах, и богах, полубогах. И теперь мы опустились вниз с голодным духом. Итак, ангел говорит, «Я дам вам подсказку. Я думаю, что они все еще застряли в своем положении». О чем говорится здесь? Они были девами. Они как американцы. Они все время едят. И потом они умирают, становятся голодными духами, и теперь они должны тоже есть все время, потому что они не меняются, потому что они не происходят из семян. они не происходят из того, как они относились к другим людям раньше, или, например, к украинским беженцам. Богатство, которым они владеют, как полубоги, это не меняется. И большие пиры, которые у них были, когда они были существами удовольствия, они остаются. Они не меняются. Они там. И они не меняются никак. И если они происходят из семян, из вашей кармы, то тогда вещи текут. Они меняются. Ваша ситуация с работой меняется. Однажды. Вы были VIP, а потом вас уволили, и вы стали безработным. Вещи не твердые. Если они происходят из вас, то они могут прекратиться в любом мире. Если вещи происходят со своей собственной стороны, то голодные духи, они обманывают себя. Потому что... Они дэвы. Нет, Гешила, вы говорили о голодных духах. В последней жизни они были дэвами. Нет, мы говорим обо всех предах. Они все были дэвами. Все голодные люди были сытыми. Все сытые люди были голодными. Это когда вы кости кидаете бесконечное количество раз. Каждый президент был сборщиком мусора. Я бы сказал, что каждый в этой комнате был мисс Америка бесчисленное множество раз. И все такие, ура! Фактически, весь их полный живот, полный желудок, когда они были существами удовольствия, он не может измениться, и не стать пустым желудком, когда они становятся претой. Потому что они не могут измениться. Он заставляет нас думать об этом. Куда мы можем пойти. Он нас вытаскивает на дебаты о пустоте, используя голодных дух. Между прочим, хотите поговорить, подебатировать о пустоте? И они все такие... Да, да! Они прям как сумасшедший кричат, да! И вы идете в Америку и говорите, хотите пойти глубже? И они такие... Да, да. Если ты хочешь, можно. Если вы хотите глубже... Эмили улыбается. Эмили, чат... Я могу... Я вижу вашу улыбку большую. Взяты хотят идти глубже. Если вы хотите пойти глубже в этом уроке о пустоте, то есть много более глубоких мест, куда можно пойти. И, возможно, глубочайший из них это на гардине. Нагарджана написал книгу, и он ее назвал... Мудрость. Пратня. Он написал книгу под названием Мудрость. Это как бы типично. Для человека, который видел пустоту напрямую, он хочет писать стихи, и он хочет писать маленькие вещи. Мудрость. Он не назвал ее описание пустоты. Он... Его спросили, как называется книга? Он говорит, Мудрость. Он написал книгу под названием Мудрость. Она крайне глубока. И это источник всех учений о пустоте в течение двух тысяч лет. Это абсолютный источник. Поэтому дедушка Геше-ла хочет обучать этому. Тим и я, мы вместе обучали этому, используя объяснение Чони Ламы. Чони Лама – это великий мудрец с 16... 1600-го годов, который объясняет очень ясно все. Я очень люблю его. Мы... Я и Джон Брэдди, мы нашли все его книги. Они были сожжены во время культурной революции. Все книги. У нас не было ни одной копии. И мы ездили по всему миру. Мы большинство из них нашли в России и в Санкт-Петербурге. И мы все их нашли. Мы восстановили и эту книгу. Это объяснение. Наш курс начнется в понедельник. Поэтому вы, ребята, должны стать мазохистами. Визиан. Это человек, который мазохист, и человек, который любит страдать. КУ ФЕ ЧАМ ПАНГ. КУ ФЕ ЧАМ ПАНГ. КУ ФЕ ЧАМ ПАНГ ДЕ РЕН. КУ ФЕ ЧАМ ПАНГ ДЕ РЕН. КУ ФЕ ЧАМ ПАНГ ДЕ РЕН. Если вы человек, который считает, что страдание – это хорошо. Даже на китайском. Новое слово. Если вы хотите пойти глубже, в понедельник мы начнем транслировать курс по Нагарджуне. И я пройду по всей мудрости Нагарджуне, что я делаю всю свою жизнь. И меня учили этому, когда я не был готов. А теперь я готов. И это очень-очень трудно. И это очень-очень восхитительно. И есть традиция в Индии. У меня были люди, которые приходили и говорили, шесть с половиной тысяч страниц вы только что написали о пустоте. Это гешла, это слишком много. Это слишком сложно. Не могли бы вы просто сделать себе как-то? Зачем вы годы проводите, год за годом, час за часом, и все идете глубже и глубже в это? Я вам скажу зачем. Потому что объяснение умного ученика в буддизме это тот, кто любит больше доказательств о пустоте. Это определение умного ученика. Если хотите быть умным учеником, то приходите на Нагарджана. И если хотите развить свое сострадание, если хотите развить сострадание, чтобы оно было глубже, то приходите на эти занятия, они начнутся в понедельник. Ешла, это бесплатно? Или это что-нибудь стоит? ACI – это благотворительная организация. Мы не создаем, мы не зарабатываем деньги, мы только теряем деньги. Ладно, я шучу. Мы поддерживаем себя. У нас есть затраты, у нас есть оборудование здесь, у нас есть здание. Вам нужно тратить деньги на это здание. У нас есть компромисс. Вы приходите на курс бесплатно. Но если вы хотите идти глубже в этом курсе, если вы хотите группы обучения, уроки для переводчиков, и стать учителем ACI, то вы платите 99 долларов. Мы всегда брали 99 долларов, когда продавали драгоценности, и люди злились. Двести девяносто девять, триста девяносто девять. Я научился этому в бизнесе. Большинство за девяносто девять купят, но просто нет. Если вы хотите что-то дополнительное, нам нужны деньги, чтобы заплатить за интернет, за камеры, за оборудование, зарплату минимальную некоторым работникам. Но если вы хотите прийти бесплатно, приходите. Никаких проблем. У нас есть чуть-чуть еще времени до ответов на вопросы. Не забывайте, мы будем отвечать на вопросы. и сделайте маленькую молитву, чтобы Гешила ответила на вопросы раньше, быстрее, чем за полчаса. Кто будет читать? Элли, тебе удобно? Хаса, ты правильный? Хаса, будешь ее исправлять? Замедляйся. Плезим. Кwierнем языке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все говорят, что они не собираются умирать, но только Ария видит это и верит в это. То есть вы вернетесь к горизонтальному состоянию. И тогда должно быть противоречие сказать, что горизонтальное состояние... это новая тема. Ад. Мы идем в другой мир воды. Дева говорит... Окей, я согласен быть владельцем BMW, но когда вы голодны, вы говорите... Ну, не забывай, что еще можно падать вниз в ад. И он собирается объяснять пустоту, и ангел проскальзывает в ад, мир адов. И один писатель говорил, что величайшее достижение реального дьявола... что современные люди не верят в ад больше. В ад. В восточных, западных странах 13 века? Не помню. На Западе мы верили в ад. В Библии описывается, и там говорится, что есть шутка о христианских традициях, что великое достижение дьявола в том, что люди стали думать, что это все старомодно или глупо, верить в ад. И они не верят в ад. И тогда они попадают туда. Есть такое место? Конечно, есть. Конечно, возможно. Создать такие плохие семена, что вы будете жить в огромной сильной боли очень долго. И это объяснение ада. И теперь он делает новый скачок, и он теперь будет говорить... Это Панчен Лама. И я говорю о пустоте. Это все. Ничего других целей у меня нет. И люди такие... А-а-а. Ты хочешь нас привести к разговору об аде? Ты понимаешь? А-а-а. Но мы же говорим о пустоте. И он здесь дает такой экстра ракурс. Ответами на вопросы я буду говорить об особой книге. Я вам расскажу. Тим, давай вернемся к тебе, и Хаса будет наслаждаться проверкой тебя. Сауэй. Можете читать еще раз? Да, пожалуйста. Вещи меняются, потому что они происходят из семян. Сначала ты читал, теперь ты проверяешь. Сауэй. Ты говоришь о том. Ты говоришь. О-а. Это мой мальчик. Я говорю о том. И ты делаешь это? Да? Да. Я говорю, что ты делаешь это? Да. Сауэй. Сейчас ты делаешь это? Вот это. А я говорю, если вы не думаете, Хорошо. Очень хорошо. Он очень старается со своим тибетским. Очень здорово. В момент, когда он начинает рождаться в аду, согласно тому, что ты говоришь, что тот, кто был в мире удовольствий, должно быть тогда, что у него должно продолжаться удовольствие, когда он попадает, падает в ад. У него должно быть все хорошо. Почему? Потому что он не меняется. Потому что он не происходит из семян. Никаких проблем. Ты идешь в ад, и у тебя все равно. Картошка жареная, Netflix и все остальное. Почему? Потому что у тебя это было раньше. Что это значит? Если вещи происходят со своей собственной стороны, то тогда в аду должно быть Netflix, пицца, картошка фри. Или ма-бу-дофу. Ма-бу-дофу. Какой вкусный вещь. Ма-бу-дофу. Если ты был существом удовольствия раньше, который не происходит из моих семян, и не можешь измениться, даже если ты говоришь, что невозможно для существа удовольствия измениться, то как он тогда может родиться в аду? И если он рождается в аду, то он должен никогда иметь там Netflix и картошку фри. Согласно тебе. Потому что ты говоришь. Я повторю главные вещи сегодняшней занятий. Если вещи не происходят от того, как мы относились к другим людям, если мир не происходит от того, от семян, которые мы посеяли в свое сознание, тем, как мы относились к другим людям, то тогда они не должны меняться. Он не должен меняться. И ничего не может измениться. И даже человек, который вас обучает, он... Если вам скучно с кем-то онлайн, это вы вот так просто делаете. И тогда старайтесь не моргать. И тогда ничего не может меняться. Если вещи не происходят от того, как вы относились к другим людям, то тогда ничего не меняется. Прежде чем я начну отвечать на вопросы, издательство «Алмазный огранщик», издательство, которое все наши книги печатает, и которое находится в этом прекрасном здании, построенном Джоном и Кони. Спасибо им. Я не должен использовать плохие слова. Я не должен использовать плохие слова. Это пинок под попу, чтобы купить, создать новые книги, и теперь у нас есть новые книги, которые выходят. Это называется... Катрин. Название. Девочки делают это. Девочки делают это. Я написал эту книгу в своем трехлетнем ретрите. Она называется «Как работает йога». Это роман, это путешествие молодой девушки, которая обучает йоге в тюрьме. Я на самом деле был в тюрьме. И она обучает йоге, и восхитительные вещи происходят в тюрьме. И это роман, который написал об этой молодой женщине, которая жила тысячи лет назад. И это очень популярная книга. Она была в топе продаж в Амазоне много лет. Что, в общем, ноль... Сколько-то процентов в мире книг происходит. И я напечатал одну книгу. И мои друзья меня спросили, хочешь ли ты вторую, еще две есть на самом деле, издать. И я почистил вторую книгу, и она готова. И она выходит в августе. Она называется «Девочки делают это». Это о том, как она обдурила молодая женщина в Тибете, обдурила монахов и стала геше. Если вам интересно попробовать, вы можете купить эту книгу. Честно говоря, это лучшая книга. И, конечно, я был в своем трехлетнем ретрите, и у меня было много времени. И в Айсай, институт изучения йоги, он будет обучать главе 4 йога-сутры, и вы можете абсолютно последнюю главу изучить этой материнской сутры про йогу. И мы выпустим новую новеллу под это дело, по эту молодую женщину, которая обманула монахов. На самом деле она их победила. Это очень красивая история тысячи лет назад была. Спасибо, Гешла. Первый вопрос, который у нас есть. Первый вопрос, который у нас есть, что значит, когда вы говорите, меня заставляет моя прошлая карма делать. Это что, самосуществующая карма? Прошлое – это самосуществующее прошлое. Может ли мы сказать, что эти семена самосуществующие? Да, это классная идея. Я хотел бы повторить одну вещь, которую я сказал Джеффу. Это возможно. Если вы действительно понимаете пустоту, это возможно изменить время и пространство. Вселенная бесконечна? Да. Есть ли бесчисленное множество планет? Да. На них живет бесчисленное количество живых существ? Да. Возможно ли для одного человека помочь им всем одновременно? Да. Возможно ли пойти на все эти планеты и встретить каждое живое существо, бесчисленное множество живых существ одновременно? И ответ – да. Почему? Потому что все это происходит из ваших семян. И поэтому время само происходит из вас. И пространство происходит из вас. И Эйнштейн был прав. Я наконец понял, я вообще хочу похвастаться, моя привычка похвастаться. Эйнштейн сказал, теоретически, если это правда, что тяжелые, более тяжелые вещи, если вещи большой массы, то есть тяжелые, если очень тяжелые вещи могут притягивать маленькие вещи, то свет сам должен изгибаться. Когда свет идет от меня к Джо, то… очень толстый человек рядом с нами, у нас нет такого, но… теоретически, то гравитация этого тяжелого человека будет привлекать этот свет, притягивать этот свет, и он будет изгибаться, когда идет в Джо. И это значит, что Джо будет видеть меня миллисекунду позже, после того, как я здесь был. Потому что мой свет достигнет его не в то же самое время, с небольшим… с небольшим изгибом из-за этой гравитации большого парня. То есть, время может сгибаться, изгибаться, и пространство на самом деле изгибается, потому что много больших объектов. И это значит, теоретически, Эйнштейн сказал, что возможно замедлять время. Возможно, я должен смотреться моложе, чем Джо, потому что свет достигает его позже, и он видит меня прошлого, десять минут назад, или час назад, каким я была меня видеть. Эйнштейн говорит, если я прав, в будущем, когда я умру, вы, ребята, проверите это. Я говорю, что когда Меркурий вращается вокруг Солнца, и у нас идёт очень сильный телескоп был в прошлом. И вы можете здесь увидеть, как Меркурий идёт вокруг Солнца, орбита проходит вокруг Солнца, и она изгибается чуть-чуть. Тяжесть Солнца сгибает этот свет, и время этой орбиты должно пройти. То есть время, предсказанное этой орбитой, оно должно изменяться. То есть он позже проходит, нежели мы предсказываем это. И это правда, он был прав. Это значит, что время тоже происходит из вас. Это значит, что время можно изгибать, можно менять, согласно вашим силам. вы можете менять время. Когда вы сидите в кресле у стоматолога, маленькое время кажется очень долгим. Когда вы целуете свою девушку или парня в школе, то в старших классах, то очень быстро течёт время. И это каждый может наблюдать. Это значит, да, время происходит из меня. И есть дебаты в высших школах, что прошлое всё ещё существует. Выражение Кракотоа, расширение Кракотоа, оно происходит. То, что происходило миллионы лет назад, оно всё ещё влияет на нас. И это значит, что прошлое существует, что прошлое никогда не прекращало существовать, и оно может изменено. И это классно делать. Это здорово делать. Если вы чувствуете, что вам ещё много чего надо сделать, и вам нужен волшебный метод сделать больше вещей, которые люди не могут делать, изучайте, как изгибать время. Изучайте, как менять время. Это здорово. Это классно. Это здорово, на самом деле. Это возможно. И да, прошлое происходит из меня, но это не значит, что прошлое ничего не делает. Это значит, что прошлое делает что-то. Это доказывает, что прошлое что-то делает. И прошлое всё ещё влияет на нас сейчас. То, что было десять лет назад, оно может влиять на нас сейчас. Оно прошло, но оно влияет на нас. Значит, оно всё ещё существует. И как изгибать время? Я вам скажу честно, это звучит странно, глупо. Глубочайшая мудрость, которую доказал Нагарджуна, звучит слишком просто. Подозрительно просто. Глубочайшая мудрость подозрительно проста. Но если вы хотите согнуть время, изгибать время, если вы хотите иметь больше времени, если вы хотите выпускать книги раз в неделю, писать, то помогите кому-то, у кого нет времени. Найдите, я лично люблю использовать мам, которые очень устали от своих детей маленьких. И я говорю, я посижу с твоим ребёнком. Они говорят, почему? Потому что мне надо больше времени. Я сохраню тебе время, я даю тебе время, и у меня будет больше времени. И это работает. Время тоже происходит из семян. Хорошо, следующий вопрос. Мы почти закончили, ребят, здесь. Три минуты ещё. И тогда... Я думаю, Тим нам сделает большой завтрак. Ладно, шучу. Спасибо, Гешала, за ответ. Вопрос следующий. Что я делаю в тот момент, когда у меня негативные эмоции очень сильные накрывают, и когда трудно противостоять и трудно не закричать в ответ. И после этого у меня есть ощущение такое, что я накричал, но я не хотел бы. Что мне делать с этим? Мы говорим о том, что мы импульсивно себя ведём. Если у вас мало времени, кто-то говорит плохое, что у вас... Или, например, привлекательный объект вам показывает круассан, например. И вы... У вас нет времени много. У вас нет много времени на ответ. И, честно говоря, это слишком мало времени, чтобы вспомнить, что это происходит из вас. Слишком быстро это происходит. Когда я еду за рулём. Люди в Аризоне не умеют водить. Они делают глупые вещи. Я по дороге... О том, чтобы не... По дороге на занятия, чтобы... Как обучать тому, чтобы не злиться? Я разозлился на дороге. Иногда вещи происходят слишком быстро, чтобы вспомнить о семенах. И это так случается. Это со мной случается, когда я еду за рулём. Это иногда происходит с нами. Что сделать тогда? Что мы должны делать, когда мы знаем, что мы не можем себя контролировать? И есть техника, она называется 10 секунд пауза. Пауза на 10 секунд. Прежде чем вы покажете мудру водителю, 10 секунд. Досчитайте до 10. Просто досчитайте до 10. Во время этих 10 секунд вы создаете невероятно хорошие, крутые, сильные семена. Ваша плохая привычка сейчас покажется, и вы знаете, что вы не можете остановить себя, и вы ответите. Просто подождите 10 секунд. Досчитайте до 10. Просто досчитайте до 10, и тогда кричите, и тогда делайте особые знаки водителям. Это здорово. Это прекрасно. Кто-то вам показывает круассан, считайте до 10, и потом... И он говорит... Древние книги говорят, что эти 10 секунд, на которые вы откладываете ответ, это очень сильные семена, хорошие на следующий раз. Желание тогда, которое рождается из знания, я подожду 10 секунд, невероятно сильные семена. Невероятно сильные семена. Более сильные, чем плохие семена, которые вы посеете, показывая особые знаки. 10 секунд они значительно сильнее, и тогда взрываетесь. И тогда не сдерживайте свое желание, которое вы не можете сдержать. Эти 10 секунд невероятно сильная карма. Это моя рекомендация, я использую этот метод. Итак, я хотел бы поблагодарить некоторых людей. Пачи, спасибо за то, что ты основной продюсер. Он очень занят, у него прекрасный сын Шанти с его прекрасной женой Пао. Спасибо, Пачи, мы знаем, что ты занят, но спасибо, что ты делаешь это для нас. Я хочу поблагодарить ИСА переводчиков. Я буду делать это очень медленно, и это единственная медленная вещь, которую я скажу сегодня. Я прошу прощения, что я говорил слишком быстро. Хорошая работа, спасибо. Технические герои, у них очень много технической работы, и у них много тел эманаций. ИСА благословен иметь огромное количество волонтеров. Это невероятно. Это маленькая армия. Если нам нужно защитить Америку, вы можете прийти к нам. У нас маленькая армия людей, которые волонтеры и сотрудники. Спасибо большое. И в итоге я хочу напомнить вам, что завтра, благодаря людям из ретритного центра Алмазной горы, они попросили меня даровать им обеты бодхисаттвы. И мы сделаем это на завтрашнем занятии. После второго занятия завтра у нас будет двадцатиминутный перерыв, и потом у нас будут обеты бодхисаттвы, церемония дарования обетов. Я... Как это называется? Как это называется? Человек, который любит есть... Который любит есть... Который любит разные... Конносор. Не глутен. Я очень люблю ритуальные тексты. И я люблю находить разные ритуалы обеты бодхисаттвы. Обетов бодхисаттвы. Я нашел ритуал, написанный Нагарджуной. И этот текст написан самим Нагарджуной. Как принимать... Даровать обеты бодхисаттвы. Он мне нравится. И я хочу его использовать завтра. И если вы еще не принимали обеты бодхисаттвы раньше, то, пожалуйста, вы можете это сделать. Дедушка будет даровать вам особое немо только для тех, кто не принимал обеты раньше. Но если вы уже принимали обеты бодхисаттвы, вам можно также взять их еще раз. И это хорошая идея. Это обновляет их заново. Это обделает их сильнее. И я тоже буду их брать завтра. Принимать. Поэтому добро пожаловать завтра. Если у вас нет обета, скажите Тиму или персоналу, и если вы примете их завтра, мы дадим вам новое имя – бодхисаттвы. Если вы уже принимали обеты, то сохраните свои все имена старые. Но это хорошая идея обновить их и снова принять. Некоторые люди, я знаю, они их каждый день принимают. ДАГГЕР 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 ЧИ НЕ ГХЯН РИ БАНТУ БЕР НЕ ГТАМ ДЕ ГЬМЕР ТАМ ДЕ ГЬМЕР ДЮ БЕР РИ ДЕ ЛАНГЮ БАР МИ ГЮ ДЕЛЬ ДА ЧА. Та-дам! Это хорошо обновлять обеты. Освежить их. После второго занятия завтра, около 20 минут перерыв, и мы будем это делать. Та-дам!